всем здравствуйте я живу пятиэтажки у нас в доме 65 квартир и довольно внушительного размера придомная территория еще шесть лет тому назад вся эта территория была в основном это обычный газон ну как газон росла обычная трава которую косили там летом 2-3 раза и где-то 6-5 лет тому назад я решил вот эту всю большую территорию придомную засаживать фруктовыми деревьями и плодовыми какими-то кустарниками вот все это время я целенаправленно задуманное воплощая в жизнь и сегодня хочу показать вам что у меня точнее что у нас растет на придомной территории из того что я посадил покажу только небольшую часть сразу хочу отметить что все фруктовые деревья и кустарники которые я посадил во дворе нашего дома посадил для всех жителей нашего дома первую очередь конечно же для детей то есть любой может прийти и съесть тот или иной фрукт или ягоду и как бы никто на него не будет смотреть искоса первое дерево это абрикос посаженные из косточки правда пересажены на это место абрикос последние два года интенсивно растет в этом году был первый сигнальный урожай абрикоса как обычная дичка небольшого размера но очень вкусный мне очень понравился вот такой вот абрикос вот здесь на границе нашего участка нашей придомной территории я решил сделать ягодную зону вот здесь был тот самый абрикос и отрядах идет такой вот забор забор соседей и под этим забором это восточная сторона я буду высаживать ягодные культуры вот здесь у меня растет ирга вот это ирга уже давала в этом году довольно обильный урожай очень хорошо дети лакомились вот эти вот ягодную зону вот эту я хочу продолжить вон до сюда вот эту землю я уже наносил что-то наносил ведром что-то наносил привоз сяную тачку наносил земли еще буду здесь и добавлять то есть вот эта зона ирги будет продолжена вот сюда вот так называемая ягодная зона она здесь заканчивается и дальше по моему плану должна здесь расти яблоня яблоня вот это растет дичка и семечка кто какого-то она появилась не знаю кто ее посадил скорее всего птицы или яблоко где-то завалялась дичка по сама по себе мне не интересно поэтому я ее в этом году привил привил методом окулировки если все будет хорошо на следующую весну будет уже расти яблоня яблоня осенний сорт очень вкусный очень сочный отличный дает отличные плоды для использования в свежем виде то есть есть и для приготовления сроком здесь будет расти яблоня идем дальше ягодная зона привитая яблоня и вот между этим всем растет за абрикосом растет слива у меня написано в записях что это кабардинская слива на пока что я от нее плодом не дождался очень надеюсь на то что следующей весной вот этой уже весной двадцать первом году она зацветет и даст первые сигнальные плоды пока что от этой сливы я плодом не ждал дерево растет пускай себе растет она никому не мешает и хочу показать вам последнее дерево в этой части нашего двора это дерево которое я сам привил сам посадил собственно и как остальные деревья и кустарники это черешня причем черешня была привита окулировка я пересадил в этой весной этой весной она была вот здесь маленькой почкой и вот отсюда и до сюда она это черешня выросла за этот сезон здесь я так понимаю метр шестьдесят побег он был раз больше но его кто-то съел но это не проблема очень интересная история появление вот этой черешни сейчас расскажу история этой черешни началась вот на этой улице по этой улице ехал на велосипеде и увидел что вот здесь растет черешня и на ней красивые черные плоды я попробовал вот так дотянулся через забор попробовал плоды они не очень понравились я решил что мне нужно привить эту черешню позапрошлом году я ее увидел прошлом году я срезал черенок вот не до сих пор за это стыдно что я вот уже не не ребенок не юноша а пришлось украсть черенок по сути срезать без разрешения и привить черешню но я себя успокаиваю тем что я привел не только для себя но и для других ну вот так вот вот так вот началась история вот этой вот черешни я вот вернулся во двор и вот здесь растет одно из первых деревьев которые я посадил это шелковица шелковица посаженная в 2014 году если не ошибаюсь возможно пятнадцатом но не столь важно это был посажен в сеянец маленькие деревцы но вот уже в этом 2020 году это огромное дерево которые радуют нас уже третий сезон вкусными и сладкими белыми плодами это белая шелковица очень урожайные не очень нравится но еще это шелковица создает микроклимат у нас во дворе создает тень вот видите тень от дерева не так нагревается асфальт и не так у нас во дворе уже жарко рядом с шелковицей растет черешня которая вот так хотел сформировать типа а-ля чаша она немножко пострадала от тели в этом сезоне вот так она выросла за этот сезон вот так выглядит даже если все будет нормально мне кажется что на следующий год возможно будут даже первые уже сигнальные плоды ну как бы поглядим если не ошибаюсь это какая-то черешня чехии привезенная если я не ошибаюсь и рядом с черешней я посадил старый сорт яблонь яблок правда я прививал это все на семенной подвой лучше всего для двора я бы не прививать на семенном подвое тогда яблоня будет большая много тени это старый сорт правда я борюсь с формировкой кроны пока что мне не получается сформировать нормальный спроводник чтобы была раскидистая крона пока что вот так но но вот такая вот яблонь к летний сорт тоже для детей очередное деревце это опять шелковица и но если во дворе у нас растет белая шелковица то вот здесь растет черная шелковица я ее размножил методом зеленое черенкование два года она стояла как-то на месте но в этом году пошла в рост и правда она будет требовать весной обрезки хорошей формировки кроны но целом листья большие шелковица черная вкусная сладкая с кислинка мне очень нравится растет очень интенсивно вот сегодня 22 сентября до сих пор шелковица растет мне уже грубо говоря по грудь вот это все выросло в этом сезоне черные шелковицы единственное неплодовое дерево которое я посадил рядом с нашим домом на придомной территории это дерево платан платан это декоративное дерево красивой корой похоже на камуфляж очень надеюсь что это вырастет большое огромное дерево вот такой вот саженец уже готовится к зиме осень наступила еще одно дерево которое я посадил здесь это горький дикий миндаль то есть по сути это плодовое дерево орех но орехи дикого горького миндаля есть нельзя поэтому я его посадил исключительно для получения орехов горький миндаль идет как хороший подвой для привилки персика вот такой вот деревце думаю на следующий год она начнет цвести по крайней мере надеюсь на это вообще его не обрезаю не знает как ухаживать за горьким диким миндалем следующее деревце тоже горький миндаль только посаженный на год позже его немножко здесь повредили несмотря на это он растет миндаль миндаль раз а вон миндаль два вот рядом с горьким диким миндалем растет еще одно деревце которое тоже два года стояло на месте это шелковица но шелковица сеянец что из нее получится не знаю в этом году он уже демонстрирует рост думаю что с ним будет все хорошо собственно думаю на этом первая часть заканчивается потому что деревьев еще много не хочу затягивать ролик вот такая небольшая часть из того всего что я посадил во дворе и на придуманной территории нашего дома на сегодня это все спасибо что смотрели увидимся пока